всем привет сегодня я хочу показать вам посылочку из магазина мир вышивки вот этот магазин мир крестиком . ру я под видео всегда оставляю ссылку на этот магазин если вы еще ни разу не делали там заказ то можете воспользоваться моим промокодом инесса который даст вам скидку на ваш первый заказ вся информация будет под видео в инфобоксе эта скидка плюсуется со всеми скидками которые будут на сайте в общем можно сделать очень выгодный заказ ну и что же в этот раз ко мне пришло вот такая бабочка от фирмы вдохновение кто подписан на мой канал мои постоянные зрители знают что у меня есть уже небольшая коллекция этих бабочек у меня их немного но вот еще решила заказать зеленую у меня в основном там красные черные синие но мне очень хотелось еще зеленую бабочку дело в том что у фирмы вдохновение огромное количество вот этих бабочек там на любой вкус на любой цвет эти бабочки они сделаны как аналоги природным бабочкам то есть смотрите эта бабочка малахитовая то есть вот как коллекционеры коллекционируют бабочек точно также можно коллекционировать вот таких бисерных бабочек то есть у каждой этой бабочки в природе есть аналог вот то есть это не просто бабочка фантазийная размер 15 на 9 сантиметров я еще ни разу ни одну бабочку такую не собирала но планирую как-нибудь есть и сделать несколько брошей несколько бабочек а в общем когда я перееду у меня время немножко освободиться и я уже смогу заняться вышивкой вплотную вот сейчас у меня в работе икон на серафима саровского в предыдущем видео можете посмотреть скоро еще сниму отчеты я хорошо продвинулась и вот еще вот такая игрушка от фирмы овен вышивка на пластиковой конве у меня на пластиковой уже очень много вышитой игрушек от фирмы жар птица и попробовала я вышивать игрушки от фирмы овен они мне очень очень понравились они тоже двухсторонние цена у них чуть чуть ниже чем у фирмы жар птица схемки у фирмы овен мне нравится намного больше и также используется очень часто в наборах бисер посмотрите вот эти рябинки они вышиты бисером видите как красиво такая небольшая игрушечка на елку ну или для вашего ребенка я думаю будет прекрасно смотреться как украшение к новому году размер семь с половиной на восемь и четыре в общем она такая небольшая но вот вышиваться я думаю будет быстро есть конечно же здесь небольшое количество бэкстича но она не такой уж огромная игрушечка маленькая я не думаю что очень сильно будет утомлять вас этот бэкстич вопрос иногда задают что такое бэкстич ну то есть мы вышиваем крестиком полукрестом но кто-то вышивает глазью я вышиваю в основном крестиком и а поверху делаются вот такие вот стежки небольшие на как подчеркивают детали вот и вот этот стежок называется бэкстич то есть он выполняется не крестиком можете посмотреть есть на ютюбе видео вот и как-нибудь я тоже сниму такое видео как я делаю бэкстич но там нет ничего сложного в каждом наборе есть инструкция где показано как вышивать крестиком как вышивать бэкстич и как пришивать бисеринки ну это в принципе не сложно я смотрю у меня много новеньких зрителей судя по вопросам а вот и есть девочки с моего канала жили-были которые никогда не вышивали и как раз вот их интересуют вот такие вопросы с чего начать как выполнять все стишки вот поэтому вот иногда в общих видео я показываю вот как я оформляю игрушки у меня есть такое видео вот но в общем можете полистать посмотреть если вам нужна какая-то информация у меня кстати есть отдельный плейлист помощь новичка там уроки подробные как из чего начать и вот такой набор это моя мечта это моя давняя мечта золотое руно набор 3 богатыря как я хотела этот набор девочки ну конечно же он вышивается на 18 канве и поскольку мне на 18 канве сложно вышивать я буду заменять на 16 канву если ниточек не хватит это не проблема у нас магазинах ниточки madeira есть ниточками madeira комплектуются набор золотое руно размер на картины 40 сантиметров на 56 но это при учете что вы вышиваете на 18 канве но у меня канва будет чуть покрупнее поэтому размер будет побольше 14 для моих глаз самая комфортная канва но поскольку у меня есть уже опыт вышивки я не рекомендовала бы вам заменять 18 канву на 14 потому что в наборах золотое руно есть вот такие вот участки вот которые зашиваются вот фон да допустим он вот небо вышивается здесь иногда используются одиночки вот и как то на 14 канве смотрится пиксельно но это на мой взгляд опять же если смотреть издалека то все смотрится нормально вот но если разглядывать вблизи то на мой взгляд 14 канва это крупновато а все-таки для наборов золотое но идеально подходит 16 18 канва а вот но вот если сложно вышивать на 18 можно заменить на 16 вот что собственно я и буду делать канву пока еще я не заказывала я посмотрю что есть в моих запасах у меня есть какая-то канва а вот не знаю подойдет ли размер поэтому пока я подожду а потому что в ближайшее время вот ближайшие дни начинать эту работу я не буду у меня сейчас в работе есть набор золотое руно это эсмеральда я планирую ее закончить и потом следом начать три богатыря хотя может быть я не выдержу может быть я начну раньше вышивать я буду на пяльцах до работа хоть и большая но на пяльцах вышивать мне удобнее мне комфортнее сидеть так на диване вот в общем-то за станком долго сидеть я устаю и станок у меня сейчас под бисерной работой образа в каменях я вышиваю на станке там рама у меня 40 на 60 а размер этой картины будет гораздо больше придется по краям загибать то есть вот такая картина подойдет для большого станка с большой рамы а вот но не буду я приобретать большие станки и большие рамы а вот поэтому мне комфортнее будет вышивать на пяльцах вот так что в девочке все равно на пяльцах можно приспособиться принципе можно на пяльцах вышить большие работы работы 30 на 40 сантиметров я спокойно вышиваю на пяльцах и у меня еще есть работа от фирмы риолис это белые розы размером на 55 сантиметров на 16 канве 55 сантиметров здесь мы видим 56 но у меня будет где-то чуть побольше в принципе нормально я вышила но там от риолис была мягкая канва там вообще было легко вышивать канву буду использовать свайгард она чуть-чуть конечно же поплотнее чем канва риолис но все равно я думаю что будет нормально биндерами я закрепляю но в общем то где видео о процессах вы там можете посмотреть каким образом я организовываю процесс и сейчас поподробнее я покажу насколько здесь цветов используется 96 цветов мулине это самая большая работа на данный момент то есть у меня нет многоцветок я вот эту работу отношу к многоцветкам ну то есть 96 цветов я считаю что это достаточно много вот такими голограммами заклеены фирменными вот если мы внимательно посмотрим то на голограмме написано золотое руно это репродукция знаменитой картины васнецова три богатыря одноименная картина набор для вышивания крестом сделано в россии о золотое руно ну в общем смотрите здесь показаны фрагменты а вот сколько здесь листов схема естественно черно-белая но я еще не открыла но принципе я вышивала по этим схемам это я так уже предугадываю я думаю что так оно и есть количество пасм здесь все точно описано сколько пасм на планшетки вау смотрите какая красота сколько много ниток он в ричард прибежал на мои возгласы прибежал ричард посмотрите сколько планшеток раз-два да нос обязательно надо сумму тебе свой нос тебе тоже нравится я вижу да вижу тоже хочешь вышивать мамой да ждет когда мама на диване уже приспособиться и он рядышком лежит и балдеет когда я вышиваю в наборах золотое руно очень часто используется вот под разными номерами одни и те же цвета например 18 19 20 это ниточки одного цвета но потому что их много на одной они они умещаются планшетки получается что это чистых цветов 96 но естественно будут использоваться бленды а вот ну в общем вот такое огромное количество такого большого процесса у меня еще не было в общем решила я замахнуться а вот но вы смотрите мой канал и знаете что я уже о трех богатырях говорю уже целый год и наконец-таки они у меня есть эти богатыри я еще хотела сравнить вот эту 18 канву свайгард с 18 канвой от дименшинс я вышиваю на 18 канве дименшинс мэгги рукодельницу мучаю ее уже очень долго но мне тяжело вышивать мелко в общем нужно сравнить вообще 16 канва цвайгард и 18 вроде как визуально не не такая уж огромная разница но все равно наверное буду менять в общем вот такой большущий отрез так иголочка огромный вот такой вот отрез я даже не знаю для чего он мне потом в дальнейшем пригодится вот в общем нужно еще приобретать молочного цвета так посмотрю в запасах вроде у меня даже была молочного цвета канва но наверное не такой большой отрез посмотрите сколько значков используется вот сколько идет блендов ну в общем обалденно честно скажу страшно такое огромное количество страшно вот кусочек съемки я вам показываю но в принципе схему золотого руно очень комфортный я вот вышиваю эсмеральду и очень даже все нормально комфортненько и вот так идет все рядочками в принципе в наборах золотой руно все схемы выстроены логично я не могу сказать что тут огромное количество одиночек даже есть где-то вот так два-три крестика но они вполне оправданы то есть это какие-то мелкие детали без которых картина смотрится некрасиво вот то есть вот такие маленькие по несколько крестиков они уместны вполне вот ну и также инструкция как вышивать в общем-то даже новичок сможет здесь легкостью разобраться по этой инструкции а вот наверное из большого количества цветов новичкам будет сложновато такой набор вышивать но это стандартная комплектация это есть во всех наборах фирма золотое руно схемы напечатанные на больших листах а3 то есть это не а4 лист это а3 удобненько я складываю в четыре раза и вышиваю ну в общем вот такое огромное количество фрагментах на листах а3 ну что вот такие у меня грандиозные планы на 2020 год ну понятно что я буду эту картину вышивать достаточно долго если объективно рассчитать время вряд ли я уложусь ее вышить в этом году но неважно перейдет процесс у меня на следующий год если вам интересно наблюдать за процессами подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайки еще раз напоминаю ссылочка для перехода в магазин будет в инфобоксе а также вся информация по промокоду спасибо вам за просмотр с вами была инесса всем желаю удачи пока-пока а Субтитры подогнал «Симон»